Hi, guys, here we are. We continue to learn to decorate our English. And right now we are moving on to the third part of our series. Мы продолжаем изучать декорацию английского языка и приступаем к третьему видео. В первом видео мы с вами разбирали as a matter of fact, что касается факта, или в действительности. И во втором видео мы смотрели in fact, как его использовать и что оно значит. И третье наше видео это слово actually. Говорят actually или actually. Оно образовано от слова actual. Actual это актуальный, действительный, который работает. Например, договор, который находится в действительности. Которое образовано в свою очередь от слова act. Да, to act это действовать. То есть если оно действует, если оно как бы работает, скажем, да, то значит оно действительно, значит оно как бы есть. Слово actually отличается по своему применению от фраз as a matter of fact или in fact тем, что оно имеет такую большую, скажем так, в некоторых случаях смысловую нагрузку. Оно означает по-настоящему, в действительности, на самом деле. Я, видите, для вас в таких скобочках написала слово реально. Когда молодежь у нас говорит, я реально получил 12 баллов по английскому языку, это тоже может переводиться на английский язык. I really got 12 in English, либо I actually got 12 in English. Вы можете так и так сказать на английском языке, но здесь в скобочках написано, видите, реально, потому что слово actually, оно не является уличным таким, то есть оно не является сленговым. Оно используется в бизнес английском, то есть это такое вот популярное слово, а поэтому реально в скобочках. Это для того, чтобы вы понимали его смысл, потому что, когда мы с вами говорили о as a matter of fact или in fact, вы с вами говорили, что они используются, как правило, в начале предложения. Мы говорили, yes, as a matter of fact, I do share your vision, либо yes, in fact, I do share your vision. Я в самом деле разделяю твое мнение, да, у нас был пример в предыдущем видео I do agree with you или I do disagree with you, я с тобой соглашаюсь или не соглашаюсь. Здесь я решила вам еще дать такое вот маленькое слово, маленькое выражение, чтобы вы могли сказать не просто I think so too, я тоже так думаю, I agree with you, а вы могли бы сказать еще продвинуто I do share your vision. Это супер топ английского языка, поэтому если вы заменяете такую обычную фразу I think so too, yes, I think so, можно тоже так сказать, но I do share your vision, либо I do share this vision, I do share your point of view, например, да, тоже можно сказать, поэтому можете пользоваться вот этой конструкцией. И когда мы говорим о слове actually, оно да, ставится вот здесь, здесь, кстати, тогда будет запятая, вставные слова выделяются запятыми, но если вы захотите сказать вот по-настоящему или как вот я реально, да, я реально разделяю твое мнение, либо я разделяю реально твое мнение, слышите, вот как оно не является вставным словом, а мы как бы подтверждаем, что я на самом деле, я правда разделяю твое мнение. Здесь немножечко другой смысл, чем вот здесь вот. Поэтому в таких случаях actually не выделяется запятыми, потому что оно выступает в предложении как бы настоящим целостным наречием. И мы говорим, yes, I actually do share your vision, либо I do actually share your vision. I do share your vision actually. Ну да, я действительно в самом деле разделяю твое мнение. В таких случаях, as a matter of fact, in fact, будут иметь совсем другую нагрузку, и они не выразят вот этой вот реальности, которую вы хотите передать. Вы можете также использовать actually в отрицательном предложении, но actually I do not share your vision, либо I don't actually share your vision. Я не совсем, видите, здесь уже получается совсем другое значение, я не совсем как бы и поделяю твое мнение, да, I don't actually share your vision, либо I don't share your vision actually. Я на самом деле, по правде говоря, видите, уже появляется слово по правде говоря, не разделяю твое мнение. Поэтому в данном случае actually будет уже таким сильным словом, которое передает такой большой смысл. My name is Anastasia, it's true, it's actually Anastasia. My name is actually Anastasia. То есть это правдиво, это действительно, видите, напоминает даже еще как бы договор, да, напоминает, что по закону, да, я в самом деле, как вот в договоре, it's actual, it's the actual contract. Это самый настоящий контракт, это действующий контракт, да, видите, как используется это слово actual. My name is actually Anastasia. По правде, мое имя Anastasia. Actually, my name is not Louise, или Louise in French. That would be Louise. My name is not Louise actually. My name is Anastasia. Видите, как мы можем играться немножко этим словом, поэтому мы его можем ставить в разных местах, и я рекомендую еще зайти в словарик, может быть, даже в интернет, и посмотреть, где это слово еще может быть использоваться, где, в каких предложениях, случаях, и обращайте на него внимание, когда вы читаете книги, смотрите фильмы, и я вам рекомендую смотреть больше фильмов, петь больше, радоваться больше на английском языке, когда вы там поете I'm the uncle, и так вы будете больше тренировать свой английский язык. Таким образом, и встречая такие слова, как actually, in fact, as a matter of fact, и не забывайте еще пользоваться, потому что одно дело, когда вы смотрите, а другое дело, когда вы говорите. Поэтому я желаю вам больше практики, и желаю вам прекрасного дня, не забывайте смотреть на ссылки в разных видео, потому что у нас есть много видео на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, лайкайте, and I thank you so much for your likes, and for you sharing this video with other people, и благодарю вас за то, что вы делитесь этим видео с другими людьми, и с вашими лучшими друзьями. Так что желаю вам прекрасного дня, I'll see you in the next videos, and au revoir, пока-пока, for now.